Так, здравствуйте, уважаемые студенты группы 2ФР. Тема сегодняшнего урока – страхование и страховой рынок. С вами Несбаева Якулина Григорьевна. План темы. Первый вопрос – страхование, природа, необходимости, функции. Второй вопрос – организация страхового рынка РК, виды и классификация. Третий вопрос – участники страхового рынка. Так, на сайте онлайн-закон KZLOWER вы можете ознакомиться с основным законом Республики Казахстан. 8 декабря 2000 года под номером 126.2 о страховой деятельности с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 января 2020 года. Так, в статье 3 вам необходимо выписать основные понятия, используемые в настоящем законе. Вот, основные понятия – аджастер, актуарий, объединение актуариев и так далее. Контроль, что это такое. Так, вот, основные изменения и дополнения, да. Вот, что такое страхование, страховая деятельность, перестрахование, что это такое. Вот, так, 13, и так, 14, 15, 16, 17, 18. Так, вот, 22, 23, так, 25. Так, чтобы так быстро вы... Держите. То есть, вот, все основные понятия, вы должны с ними ознакомиться и выписать не все понятия, да, а вот самые основные, что такое страхование и основные участники страхового рынка. Так, далее. В статье 4 данного закона определено, что такое страхование и страховая деятельность. Под страхованием, вот, в иностранной литературе под страхованием понимается иншуренс. Так, представляется, понимается комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события определенного договором страхования посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организации. Так, вот, есть договор, да, или договор, как говорят. В этом договоре страхования определены основные участники страхового рынка, страхователь, страховщик, выгодоприобретатель, ну, как бы заинтересованное лицо, да. Определены, вот, страховой случай, да, и страховая выплата. То есть, когда осуществляется основной порядок страховой выплаты. Вот, основной порядок страховой выплаты, да, организуется кем? Страховой организацией. Так, далее. Под страховой деятельностью, согласно данному закону РК, по страховой деятельности, понимается деятельность страховой, перестраховочной организации, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, перестрахования, осуществляемой на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также деятельность обществ взаимного страхования, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, осуществляемой без лицензии, в соответствии с законодательным актом РК о взаимном страховании. То есть, страховые организации осуществляют деятельность на территории РК, какую именно деятельность, страховую деятельность, в соответствии с законом РК о страховании, о страховой деятельности, на основании лицензии. А в свою очередь, общество взаимного страхования осуществляет страховую деятельность без лицензии, без лицензии в соответствии с данным законодательным актом Республики Казахстана и законодательным актом РК о взаимном страховании. Так, дальше. Вот. На сайте finrec.kz Это официальный сайт агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Здесь рассматриваются все основные рынки. Это сектора. Банковский сектор, страховой сектор, рынок ценных бумаг, иные финансовые организации, валютный сектор, да, и так далее, да. Вот. Здесь нас интересует, вот. Заходим на сайт finrec.kz, да. Раньше этот сайт назывался агентство регулирования финансового надзора АФН, ВВАФН.kz Но сейчас называется вот finrec.kz Заходим на вот сюда. Так, находим, вот, страховой сектор, да. Так, вот, страховой сектор. Я вот выделила, вот, палочка такой, да. Страховой сектор. И появляется вот такая страничка, да. Вот. Такая страничка. На этой страничке мы видим индикаторы развития страхового рынка. Вот. Именно на сегодняшний период. Вот. Индикаторы. Под индикатором понимаются основные показатели страхового рынка. А страховой рынок что это? Страховой рынок – это место, где, где есть кто. Это основные участники страхового рынка. Это покупатели, да. Это своего рода клиенты. Клиенты какие? Клиенты – это физические и юридические лица, да. Покупатели. Именно физические лица, которые именно вот как мы, да. И вы, уважаемые студенты, которые могут тебя застраховать в страховой организации, да. И ваши родители, да. И юридические лица – это вот компании. Компании, которые могут тебя застраховать именно вот не себя, именно, а свою компанию от предпринимательских рисков, да. И, в свою очередь, страховые организации и перестраховочные организации, да. Которые, вот мы уже говорили, имеют лицензию, да. И имеют право отшлять страховую деятельность. То есть, страховать нас, физических лиц, да. И юридических лиц, вот. От всяких всевозможных рисков. Так, вот, значит, индикаторы развития страхового рынка. Так, здесь я далее на следующем слайде, вот, я увеличила, да. Да, вот, индикаторы развития страхового рынка, вот. Включает в себя основные показатели – это активы и обязательства страховых организаций, да. Активы обязательства, то есть, страховые организации в Казахстане, они созданы в форме АО, акционерных обществ, да. Которые имеют право выпускать акции, да, то есть, другие ценные бумаги. И имеют активы, вот, обязательства, то есть, активы – это имущество, да, которое находится, отражается на балансе компаний. И обязательства, основные пассивы компании. Вот, здесь вот отражаются вот основные, это в общем активы обязательств, это всех организаций, которые действуют на территории Республики Казахстан. Так, здесь вот страховые премии отражаются и показатели на душу населения. Так, вот, кстати, собственно, и мы рассматриваем с вами, вот, глава 3, страховой рынок, да, глава 3, это имеется в виду в законе РК страховой деятельности. В статье 10 отображаются основные участники страхового рынка. Так, на данный момент основную часть страхового рынка, вот, посмотрите, в законе определено 14 основных участников страхового рынка. Вот, где по 14 пунктам определены иные физические, на самом деле их может быть больше, да, вот. Активными участниками развитого страхового рынка выступают страховые агенты и брокеры. Вот, ой, страховые агенты, да, вот, страховые агенты и брокеры, пункт 2 и пункт 3. Вот, собственно, там, заходим, так мы уже зашли, да, на сайт, вот, финрек.кз, да, По ссылочке проходим страховые организации, да, это и страховые агенты, да, и смотрим, так, сколько же у нас страховых организаций в Казахстане числится на данный период. Вот, у нас, значит, числится 27 страховых организаций, которые на основании лицензии имеют право осуществлять страховую деятельность. Так, далее, вот, щелкаем вот по ссылочке, да, в каждой организации, какая вас интересует, и можно узнать, вот, организация, какие услуги оказывает, какие услуги и так далее. Так, далее, так, вот, впервые в законодательной практике Казахстана введено понятие актуарной деятельности. Актуарий – это физическое лицо, да, которое осуществляет деятельность, связанную с экономико-математическими расчетами. Размеров обязательств по договорам страхования и перестрахования в целях обеспечения необходимого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховой перестраховочной организации. Основной обязанностью актуария является разработка рекомендаций по поддержанию платежеспособности компании, любой компании, на уровне, достаточном для обеспечения гарантии выполнения взятых на себя обязательств. То есть актуарии – это кто? Это физическое лицо, которое осуществляет расчеты, какие? Вот, экономико-математические расчеты, да, здесь актуарий нужно знать хорошо, это матмоделирование, основные показатели, расчеты именно из области статистики, да. И, в общем, актуарий должен уметь разбираться в основных рисках, да, чтобы снизить, вернее, повысить платежеспособность и финансовую устойчивость страховой перестраховочной компании. Так, далее, вот, вот, кстати, на сайте finrec.kz, да, мы, вы куда ранее заходили, вот, страховой сектор, общие сведения и актуарий. Вот здесь представлены физические лица, да, которые занимаются как раз вот этими данными расчетами для организации. Так, на данный момент существует 57 актуариев, вот я выделала его специально, красным шрифтом, 57 актуариев. Так, щелкаете, да, вот, на каждом, кто вам актуарий, какой вам актуарий наиболее симпатичен, да, щелкаете, находите его данные, бесконтактные данные и созваниваетесь. Вот, далее, вот, страховые организации на территории ИРК работают на основании лицензии по отрасли для страхования, вот, для страхования жизни, да, или общее страхование. Так, деятельность в отрасли, общее страхование не может совмещаться с деятельностью в отрасли страхования жизни и не может проводиться в форме накопительного страхования, то есть накопительного, то есть или пенсионного страхования, да. Да, исключаем страхование рисков от несчастного случая болезни, а также медицинского страхования. Медицинское страхование, вот, вам задание НАСРС, вот, обязательно медицинское страхование. Так, дальше, есть, собственно, вот, фонд гарантирования страховых выплат, который также является основным участником страхового рынка, да. Вот, посмотрите на сайте, на сайте finrec.gz. Председателем правления данного фонда, вот, написано, является Джолдазбеков Азамат Мазаланович, да, вот, совет директоров. Вот, посмотрите, кто входит, члены правления, вот, контактные данные, электронный адрес, вот, вот, сайт fgsv.gz. Далее, так, и, вот, чем, собственно, занимается, или основная функция деятельности, вот, агентства о регулировании, вот, финансового рынка, о котором мы с вами смотрели, finrec.gz. Деятельность данного агентства направлена на регулирование развития страхового рынка, вот, обеспечение финансовой стабильности профессиональных участников. Так, далее, основные функции страхового рынка, это регулирующая, коммерческая, ценовая функция надежности. Так, литература представлена, она есть у вас в силамбусе, да, и СРС, который вы должны выполнить, вот, определенные сроки. Вот, тема 9, тема 9, да, 5 основных вопросов. Сроки, это вот, 23 марта по 28 марта. Всего, спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok